Радио 54 И тут вдруг освобождается место, кто-то не поехал, и, значит, мне предложили, и, в общем, я оказался на этих детских играх. Чего вам предложили? Вы же не прошли. Не знаю, видимо, я шел вторым номером. А, хочется на это надеяться, да? Вот, и меня взяли, и я успешно выступил, получил серебряную медаль. Вы как исполнитель, как человек творческий, изменились после этих игр? Да, я очень вдохновился, и я начал... Еще с большей силой заниматься. Я до этого занимался по 8 часов в день, а потом еще остался к ней заниматься. Как у вас появилась семья в таком случае, простите? Ладно, это разговор для другого эфира. Иван, что касается вашего опыта участия в Дельфийских играх? Довольно похожая ситуация с Михаилом Медведевичем. Вас тоже не взяли, да? Меня тоже не взяли, я не прошел, но впоследствии освободилось место, и так получилось. Это прям как ирония судьбы, ирония судьбы 2. Продолжаем. Добрали, в общем, вас, да? Да. Причем буквально за неделю... За 20 дней, я считал. За 3 недели до самих соревнований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Кроме того, что вы готовите заранее каких-то выступлений, я так понимаю, там есть какие-то еще соревновательные моменты в плане, там, каких-то импровизаций? Нет? Нет. Только то, что ты готовишь, приезжаешь, исполняешь, и все, и на этом уровне судят. Да, подготовленная программа, дух здоровая. Фу, как скучно. Вот в пифийских играх античных, там есть соревнования в игре на кефаре, флейте, состязания в танцевальном мастерстве. Гимн богу Аполлону. Концепция же не полностью взята. Взята скорее... Я думаю, организаторам стоит об этом подумать. Обложка, название, вот... Иван приготовил нам еще какую-то композицию великолепную. Что это будет? Тухло. Тухло? Да. Это... Название, произведение. Ага, хорошо. А кто автор? Ром Динс. Так, зачем спросил? Ну ладно. Поехали. Ром Динс. Ром Динс. Ром Динс. Новосибирск. 106,2 FM. Новосибирск. 106,2 FM.